Бэкэнд разработчик компании GET. До GET я присоединился полтора года назад, и до этого я больше шести лет непрерывно занимался разработкой на Рубе, и мне хотелось упасть ниже, ниже в терминах абстракции, то есть быть поближе к процессору, к памяти и писать код, который работает действительно быстро. И поэтому, в частности, мне было интересно присоединиться к GET, которые начали работать. Что такое GET? Наверняка многие из вас приехали сюда на конференции на такси, в частности, с GET. И GET начинался еще в 2011 году как приложение на Ruby on Rails. Ruby on Rails – это отличное решение для быстрого старта, возможность написать логику быстро, понятно, и имплементировать фичу за фичей с максимальной скоростью. Но это накладывает и разный ряд особенностей. Вам сложно отказаться от накопления технического долга, вам сложно отказаться от удобства помещать все в одно приложение, и со временем вы получаете монолит. Монолитное приложение, у которого есть ряд проблем. Проблема с тем, что невозможно обрабатывать много запросов, невозможно какую-то отдельную часть, самую нагруженную, проскалировать. Для этого приходится скалировать все приложение. Сложно поддерживать, поскольку код становится туго переплетенным. И самое главное – поддерживать большую команду разработки, которая работает вместе над одним приложением, становится все сложнее и сложнее. И в этот момент одно из решений – это перейти к SOA – сервис-ориент от архитектуры. Какие плюсы сервиса-ориент от архитектуры? В том, что вы можете деплоить каждую часть в отдельности, без опаски сломать всю систему. В целом вы можете поддерживать рост команды разработки. В частности, в Гет у нас два офиса, более 150 инженеров, разделенных не только между двумя офисами, но и между двумя странами. Один офис у нас в Тель-Авиве, другой в Москве. И кроме того, сервис-ориент от архитектуры позволяет совмещать разные технологии. Вы можете часть оставить на рубе, часть написать на го, часть на чем-то еще. Конечно же, у SOA есть и минусы, такие как необходимость писать просто элементарно больше кода, поскольку каждый сервис – это все-таки отдельное приложение. Необходимость поддерживать инфраструктуру, проблемы с сетевыми задержками и просто большее количество точек отказа. Так или иначе, мы перешли на SOA. И как это происходило? Так, в GET все сервисы строятся вокруг отдельного бизнес-процесса. То есть это не вокруг каких-то данных, например, одной модельки, а вокруг, например, сохранения координат водителя. И мы пользуемся также принципом SRP, то есть не стоит давать вашим сервисам разрастаться в монолиты. И для этого, в частности, существует ограничение на размер бизнес-логики не больше пяти тысяч строк и возможность хотя бы теоретически переписать любой из наших сервисов в течение месяца. На данный момент первые сервисы в GET были написаны в 2014 году. И начиналось все с того, что одна из самых нагруженных частей системы – это сохранение координат водителей. Поскольку водителей для того, чтобы поддерживать весь парк, нужно очень много, все они пишут, и как-то это нужно делать. Первая итерация была написана на ноде, и она работала неплохо. На данный момент у нас больше 130 сервисов. Часть из них написана на Ruby on Rails в основном, часть из них на Go. И все-таки у нас по-прежнему сохраняется монолит. Он до сих пор сохраняет около 40, наверное, процентов кодовой базы. Как вообще в GET пришли к тому, чтобы использовать Go? В рамках внутреннего хакатона решили попробовать в одной команде переписать сервис в сохранении координат водителя на Go. За два дня накидали прототип, сравнили бенчмарки и получили прирост производительности больше, чем в три раза. После этого VP-энжиниринга архитекторы все подумали и решили, что дальше сервисы будем писать на Go. И, в общем, так и получилось. Немножко про разницу языков. Все мы знакомы с Ruby. Вообще, что такое Ruby? Ruby — это интерпретируемый, динамически типизованный, объектно-ориентированный язык. Кроме того, нельзя не упомянуть, что на Ruby очень легко писать DSL. В принципе, вы можете любую предметную область, какую-то задачу выбрать и написать для нее DSL. И это будет легко и, в общем-то, читаемо и удобно. Это подход, который нативно заложен в Ruby. Противовес Go — это компилируемый, строго типизованный, структурный язык. И, в общем-то, надо отметить, что в нем нет встроенной поддержки объектно-ориентированного подхода. Ее можно имитировать, и в целом она считается полной, но нет, это не классы. Вообще, кто писал на Go? О, отлично. То есть я так понимаю, что в целом проблемы, возможно, какие-то части общие и наболевшие. Что тут стоит сказать? Для понимания, для тех, кто не совсем знаком с Go, я расскажу, что есть некоторые фичи, которые особенностью являются для Go и не совсем очевидны для рубиста. В частности, в Go встроена конкурентность, возможность запустить программу в другом потоке, она запускается настолько просто, как Go и ваша функция. И это действительно очень удобно. Во-вторых, что гораздо больше практическое применение при написании программ имеет, это организация кода по пакетам. Пакет — это всего лишь пространство имен, которое может быть разделено не только в рамках одной директории, но и между разными директориями. На примере у нас, например, может быть, пакет user, он в одном файле, в другом, и в разных директориях, и не все, что в директории, обязано находиться в пакете и наоборот. Когда мы перешли на язык Go, мы должны были ответить на ряд вопросов. Используют ли какие-то фреймворки, как организовывать кодовую базу, используют ли ORM или не нужно для тех сервисов, в которых требуется база, и как обрабатывать исключения, как обрабатывать ошибки, и как подходить к вопросу тестирования. В общем-то, так выглядит наш типичный сервис на Go. Мы используем в типичном виде использовался фреймворк Bego, использовался ORM GORM, GINGO для тестирования и набор общих библиотек, которые организуют код для внутренних GED-сервисов или какой-то общий другой код. Очень странно, что мы выбрали что-то настолько похожее на Rails и рассчитывали получить что-то другое. Это было сделано для того, чтобы облегчить переход для рубистов, уже существующих в компании, на новую технологию. И вот с какими проблемами мы столкнулись. Во-первых, оказалось, что действительно сложно для людей начать думать в парадигме Go, перестать думать в парадигме Ruby и Rails. Во-вторых, выяснилось, что когда мы пишем какие-то велосипеды, пишем плохой код, мы вынуждены продолжать писать плохой код просто для того, чтобы поддерживать совместимость и совмещать какие-то интерфейсы, уже написанные самостоятельно. И самое главное, знакомый подход, Rails-подход, приводит к неожиданному результату и порой не самому лучшему коду. Сейчас я пройдусь немножко в деталях. Итак, фреймворки. Я расскажу, когда мы пишем код в рубях, мы знаем, что мы организуем в классе, дальше все это как-то оборачиваем в существующий фреймворк, простейший выбор от Rails, и запускаем. Мы выбрали Bego. Вот сейчас я покажу на слайдах, насколько он похож на Rails. Инициализация проекта выглядит элементарным вызовом команды Banyu, то есть B, это команда, которая пытается стать командой Rails для этого фреймворка. Так проект запускается, так он запускается уже в режиме разработки веб-сервер. Казалось бы, это очень удобно, но оказалось, что разработчики, которые переходят на Go и работают в таком окружении, зачастую даже не знают о том, что код в этот момент компилируется. Во-вторых, какую структуру мы получаем. Типичная Rails-подобная структура со слоями. Слой контроллеров, слой моделей, слой тестирования, вьюхи. То есть все очень удобно. Но в чем здесь проблема, скажете вы? И про это я расскажу чуть позже. А сейчас я расскажу еще про одну вещь, которая тоже похожа на существующие подходы в Rails, но относится скорее к Go. В Go есть метод init, который вы можете добавить в любой пакет, и даже несколько этих методов. И они будут вызваны при импорте пакета в ваше приложение. В принципе, это кажется хорошей идеей, поскольку вы можете описать состояние, инициализировать его. Но в целом это считается не лучшим подходом в госсообществе, поскольку уменьшает читаемость кода и создает сайд-эффекты. То есть какие-то вещи, которые происходят неявно для программиста. Ты это не писал, ты не инициализировал эти конструкции, они уже есть в твоей программе. Кроме того, нету в принципе контроля над init-функциями. Нельзя, например, проимпортировать пакеты и изобретить их выполнение. И чем это похоже на Rails? Тем, что в частности в Rails мы привыкли к тому, что мы импортируем гем, пишем инициализатор для этого гема. И вот простое решение, которое тоже следствие попытки сделать Rails подход на Go. Проблемы. Много магического поведения у этого фреймворка. И это поведение сначала делает удобную разработку, позже начинает создавать проблемы, сколько вы не знаете, где что происходит. Как вариант, это как раз переиспользование функции init. Во-вторых, использование паники для обработки ошибок, про это я расскажу чуть позже, и это тоже плохая практика. В-третьих, проблемы со структурой, про которые я расскажу прямо сейчас. Ну и, собственно говоря, ненужная сложность. Мы же пишем не Monolith, мы пишем небольшой микросервис на Rails. Ой, на Go, а не на Rails как раз. Видите, я сам оговорился. Как можно попробовать это все исправить? Во-первых, давайте я немножко расскажу про плохую практику, как разделять ответственности в Go. На примере выше… На примере выше у нас есть пакет моделей, и в нем есть файл post.co. В нем есть некоторая логика, которая обернута в пакет. И мы в этом пакете импортируем другой пакет, база данных. А в пакете базы данных для того, чтобы поработать с моделью, нам придется импортировать пакет моделей. Все, мы получили циркулярную зависимость. У нас этот код просто не соберется, потому что два пакета импортируют друг друга. Этих ситуаций нужно максимально избегать, просто потому что вы по-другому не сможете писать код в Go. Во-вторых, как я уже упомянул, мы знаем, что в Rails любой код оборачивается в классы, в классах инкапсулирована бизнес-логика, создал класс, выполнил логику, выкинул. В Go все-таки основной единицей является функция. И не надо пытаться имитировать классы там, где они не нужны. Возьмем, для примера, пакет DAO. Мы начинали с того, что сделали функцию для поиска. У нас была одна модель, пользователь, мы ее возвращаем. Позже у нас появляется какая-то другая сущность, другая таблица, и мы ищем что-то еще. Пространство имен замусоривается однотипными методами findUser, findLocation, findSomethingElse. и все это в одном и том же пакете. Вариант использовать другой пакет, в каждый из которых помещать сущности. Вторая проблема. Вы можете, второй способ решить такую проблему, это попробовать использовать пустые структуры, то есть имитация класса. И уже на пустых структурах описать соответствующие методы, имитируя таким образом объектно-ориентированный подход. Как стоило бы сделать? Помещать ваш код в отдельные, помещать домененные сущности и все связанные с ними логику в отдельный пакет. И пакеты должны размещаться удобно организованным образом и не пытаться использовать имитацию объектно-ориентированного подхода там, где она не нужна. Как наилучшее решение сейчас считается в сообществе использования DDD, Domain Driven Development. Наверняка многие здесь знают, что такое DDD, тем не менее я повторюсь. Это подход, в котором вы выделяете сущности, которые имеют отношение к вашей бизнес-логике, выделяете взаимодействие этих сущностей, описываете язык для этой бизнес-логики, то есть превращение, именование, процессы и попробуете разделить на изолированные контексты, чтобы над ними можно было работать отдельно. Чем этот подход хорош? Тем, что он позволяет использовать, например, кексагональную архитектуру, в центре которой есть корневая доменная логика, которая описывается соответствующими сущностями. поверх нее может быть как раз взаимодействие, сервисы для превращения сущностей, а уже выше использование фреймворка, каких-то утилит. Основная история в том, что внешние слои опираются на внутренние, но не наоборот. Доменная логика ничего не знает про фреймворк, фреймворк ничего не знает про инструментацию, например, New Relic. И только так вы получаете возможность минимальными изменениями кода поддерживать ваше приложение в рабочем состоянии и чувствовать себя свободнее. Какие действия вообще мы приняли, когда стало понятно, что у нас есть проблемы? Во-первых, мы сейчас проводим для всех новых сервисов, мы стараемся мигрировать с Биго. Во-вторых, как выяснилось, кодовая база, которая строится вокруг одного фреймворка, она начинает вендор лодчиться на этот фреймворк. Мы со временем обнаружили, что у нас в фреймворке, во-первых, идет также переиспользование init функций, во-вторых, мы обнаружили, что в shared библиотеке очень много, где мы опираемся именно на части Биго фреймворка. И кроме того, как часть нынешнего подхода, мы перешли к ДДД на всех наших новых сервисах. Подход к базе данных. Какие ошибки здесь можно было совершить? Конечно, для многих сервисов может понадобиться база данных, если в сервисах происходит сохранение каких-либо сущностей. Как я уже упоминал, мы выбрали использовать базу ORM GORM. И сейчас я расскажу некоторые детали. Мы привыкли к тому, что для Ruby мы выбираем ActiveRecord, например, в качестве ORM. И модель на Ruby начинает выглядеть следующим образом. У нас есть сущность-пользователь, который тут же описан на ее взаимодействии с другими сущностями. Дальше в ней при помощи того же самого DSL описывается, как она себя ведет, как она себя валидирует, какие правила. И язык запросов выглядит следующим образом. То есть это чейнинг, опять же, опираясь на сущность. С одной стороны, это очень удобно. С другой стороны, во-первых, происходит куча неявных вещей. На самом деле немногие знают, что происходит, когда мы пишем has many, belongs to и так далее. То есть куча метамагии. Во-вторых, ненужные абстракции на самом деле, поскольку для Go можно обойтись проще. Про это я расскажу чуть позже. И самая главная проблема – это смещение ответственности. У нас есть, с одной стороны, доменная сущность, пользователь. С другой стороны, она начинает отвечать за кучу разных вещей. В частности, сохранение себя в базе данных, взаимодействие с другими объектами, валидация и так далее. Нужно ли все это в Go? Вот, например, как выглядит типичная моделька в рамках ORM-ки GORM. У нас есть пользователь. Точно так же мы начинаем вмещать в него все, что относится к Persistent Слою. Анотации отвечают за колонки. Некоторое магическое поведение ассоциировано с наследованием от GORM-модул. И язык запросов выглядит тоже очень похожим образом. Какие вообще сложности здесь есть? Во-первых, мы не видим конечный SQL, который у нас создается. Во-вторых, и это довольно важная проблема, все магические методы GORM опираются на пустой интерфейс. Что такое пустой интерфейс? Это все, что угодно. Мы просто перестаем использовать силу компилятора, который могли бы использовать. Компилятор не может проверить, передали вы функцию модель или нил. Нил. Компилятор не может поверить. Передали вы функцию хоть что-то, имеющее отношение к сохраняемой сущности, или это просто ошибка. И самое главное, как я уже упоминал, доменная модель начинает отвечать за то, как себя сохранять. Во-первых, пакет Database SQL достаточно мощный, чтобы решить проблемы, по крайней мере, в рамках не самых больших сервисов, написанных на Go. Это проще, но самое главное, мы используем простые структуры. Напоминаю, мы работаем с компилируемым языком, с простыми структурами, и они ничем не отличаются от того, что мы получаем из базы данных. Но вообще, конечно, для GORM в контексте объекта ORM, важная часть, которую стоило бы утащить из Ruby, это миграции. Миграции, в принципе, раньше не было в Go. Мы используем сейчас проект SWAN, который основан на открытом проекте Goose. Это тоже файл-бейст миграции с блоками up и rollback. И в отличие от ActiveRecord они используют не DSL, а plain SQL. Соответственно, они достаточно мощные, чтобы реализовать практически любую, которую можно писать на SQL логику. В частности, конкурентный индекс можно так создавать. Разговаривая об ORM, нельзя не упомянуть, что в принципе существует лучший подход. Если вам действительно нужна ORM, вы понимаете, что у вас много сущностей, вы хотите иметь чуть более удобный подход к ним. Возможно, стоит рассмотреть реформ. Реформ используют подход с кодогенерацией, другой фичей, которая была внедрена в Go-версии. 1.4, кажется. И создаются по вашим сущностям интерфейсы, которые используют уже ваши конкретные типы. Это позволяет положиться больше на компилятор при написании программ и получить большую безопасность кода. Что мы делаем? Во-первых, не везде, конечно, но мы рассматриваем использование чистого SQL. В некоторых проектах обсуждается использование реформ, но я, по крайней мере, рекомендую на начальном этапе попробовать использовать чистый пакет database SQL. Исключения. Мы привыкли к тому, что в Ruby у нас есть богатое дерево ошибок. Эксепшн, оно ветвится. Мы можем создавать нужные нам исключения для нашей доменной области. И обработка таких исключений выглядит следующим образом. У вас какой-то код. Вы знаете, что вам могут возникнуть ошибки. Вы от них потихонечку рискуетесь, и все становится хорошо и классно. Использование ошибок в качестве control flow структуры. Когда вы переходите на Go, вы можете попробовать сделать то же самое. Например, использовать стандартную ошибку, сделать несколько стандартных ошибок с каким-то предефайным текстом, использовать их в качестве кастомных ошибок. Вторая ошибка – это использовать паники. Defer, recover, panic. Что это за механизм? Где-то в глубине вашей программы, когда вы понимаете, что у вас что-то пошло не так, вы можете сказать, ой, паник. И тогда программа остановится, если где-то выше по стеку не была объявлена рекавер-функция. Почему не стоит использовать это для control flow? Основная проблема здесь в том, что паника – это очень дорого. Вам нужно остановить выполнение, развернуть стек, найти ближайший рекавер. Во-вторых, его нужно выполнить и как-то вернуться к изначальному состоянию. Для чего в Gov.principer предназначен механизм panic.recover? Для действительно критичных ситуаций, когда вы не смогли открыть файловый дескриптор к интересующему вас файлу или инициализировать подключение к базе данных, к чему-то такому. То есть действительно ситуации, в которых приложение должно закончить выполнение. Если же вы используете panic.recover в каких-то ваших библиотеках, которые вы планируете, чтобы в дальнейшем будут использованы третьей стороной, то хорошей практикой является описание рекавера один раз там, где происходит интеграция вашего пакета в сторонние приложения. Какой же подход Gov? Не надо бояться ошибок. Ошибки – это часть доменной бизнес-логики. Если вам вернули ошибку, это хорошо, вы видите, что произошло не так. Ее нужно обнять и вернуть пользователю в том виде, в каком ему будет это понятно. В частности, сейчас стандартом де-факто практически становится пакет GitHub FKG errors. Он слегка расширяет стандартный интерфейс ошибок, стандартных глошных, тем, что позволяет оборачивать ошибку. И чем это хорошо? Тем, что где-то глубоко в ваших вызовах вы получили ошибку. Вы ее возвращаете, оборачиваете и возвращаете, оборачиваете и возвращаете. Это позволяет нам получить на выходе, например, в хендлере, в сетевом, ошибку, в которой известно, где она возникла, через каком пути она прошла, залогировать ее, вернуть пользователю, и все будет хорошо. Часть, когда ошибки являются частью доменной логики, на самом деле вы используете всю силу компилятора. И, в общем-то, если приложение скомпилировалось, то, скорее всего, оно будет работать. Какие выводы мы здесь сделали? Практически везде мы перешли к GitHub FKG errors и постарались минимизировать использование паники в нашем приложении. Тестирование. Тестирование для Go – это интересный подход. Есть Ruby. И в Ruby, когда мы говорим о тестировании, первое, что приходит на ум – это RSpec. Что на самом деле такое RSpec? RSpec – это DSL для описания того, как ведет себя ваше приложение. То есть на самом деле это BDD по большому счету. Если мы попробуем найти что-то вроде RSpec для Go, наш взгляд тут же упадет на библиотеку Ging.go. Плюс это тоже BDD. Плюс в том, что это действительно похоже на RSpec. Но минусы – это не подход Go. И только наборы тестов принимают стандартный интерфейс Testing-T, который является частью языка Go. Вот так выглядит стандартный примерный тест на Ging.go с использованием Ging.go. Казалось бы, все классно. Мы видим знакомый нам describe, мы видим знакомый контекст, мы видим it, и все очень удобно. Чем же это плохо? Во-первых, тут есть несколько плохих вещей. Первая плохая практика – это импорт пакета Ging.go в текущее пространство имен. Только за счет этого мы можем писать сразу контекст, describe и так далее. Видите, идет импорт через точку. Во-вторых, несмотря на то, что мы получаем знакомую нам схему теста, она все равно получается крайне многословной. Мы все равно вынуждены писать довольно много кода. Это Go. Кодов Go получается довольно много. И, в общем-то, получается, что никаких плюшек мы не получаем. Но получаем минус, который заключается в том, что мы не можем вызвать каждый it в отдельности без каких-то ухищрений. Подход к тестированию в Go. Стандартный подход PKK-тестинг. Нативный GoLang. Нативный GoLang-код, никакого DSL. Мы можем тестировать как обычные тесты. Кроме того, идет поддержка бенчмарков. Есть дополнительные библиотеки. Помимо Gingo, который такой DSL, есть еще assertion, например, testify. И, в общем-то, тест получается обычной функцией. И он выглядит, на самом деле, гораздо проще и красивее, чем попытка имитировать DSL на Gingo. Тут как бы экшен-адипсисы такие. Попробуйте перейти на обычные тестирования в Go без использования библиотек. Итак, попробую перейти к выводам. Исповедуйте философию Go. Явное лучше, чем неявное. Простое лучше, чем сложное. Существующие решения лучше, если они позволяют использовать стандартную библиотеку. Не стоит на начальном этапе, по крайней мере, полагаться на фреймворке. Попробуйте изучить то, как в Go принято писать программы. И самое главное, если вы еще до сих пор не попробовали Go, попробуйте его сейчас. Это действительно мощный и быстрый в плане исполнения язык. Спасибо большое. И, да, кстати, за лучшие вопросы я буду раздавать гоферов. Да, у нас секция вопросов. И на правах модератора сразу первый вопрос. Скажи, пожалуйста, твое мнение по поводу объединения микросервисов в один репозиторий. Вот монолитный репозиторий со всеми проектами. В одном и том же репозитории? Да, сейчас много там крупных компаний решили, что мы не хотим хранить по микросервису. Каждый по одному репозиторию выделяете. Давайте мы их все в один большой замержим. Пусть они там живут. Мы, на самом деле, такой подход не исповедуем. У нас каждый микросервис хранится в своем репозитории. И, в частности, поэтому у нас есть отдельно вынесенные общие библиотеки. И, наверное, этот подход стоит попробовать, поскольку он позволяет, в частности, использовать, легко менять одну сущность сразу везде. То есть в целом вы видите проблему, и переход, возможно, решил бы вашу проблему, именно если бы все в одном репозитории было. Мы пока что не решились использовать такой подход, но, возможно, попробуем в будущем. Но посматривайте. Да, спасибо. Привет. Скажи, как вы решаете проблему связанности микросервисов? То есть тебе нужно создать новый микросервис, который зависит от шести других. Ты их будешь мокать, если мокать, то на уровне кода, на уровне, я не знаю, как, или там контракты, или что? Ну, разумеется, проблема сетевых взаимодействий между микросервисами, она одна из самых очевидных. Разумеется, у нас сервисы обернуты в Circuit Breaker, то есть вызовы все проверяют, насколько они доступны и вываливают ошибки в систему мониторинга, если что-то идет не так. В плане тестирования, разумеется, мы пишем моки. У нас нет пока что shared mock'ов для каждого микросервиса и, возможно, как раз, Борис, это было бы хорошим решением, если бы моки лежали в том же репозиторе, где все другие микросервисы. В частности, поэтому такой подход рассматривается. То есть пока что, резюмирую, в каждом микросервисе хранятся отдельные моки для всех микросервисов, которые он использует. Спасибо большое за доклад. Скажите, пожалуйста, Go – это компилируемый язык, строго типизированный язык. Существуют ли в экосистеме Go какие-то инструменты, которые позволяют очень быстро видеть зависимости внутри проекта? То есть в Ruby у нас очень много метапрограммирования, это не позволяет нам, например, автоматически найти неиспользуемый код. В Go у нас даже компилятор ругается, если у нас остается неиспользуемый код. Существуют ли какие-то инструменты, которые позволяют, условно говоря, туда сгрузить и найти диаграмму связей, там, классов, ну, не классов между собой, как бы функций пакетов и кто чего юзает, потому что по кругу нельзя, но все равно есть узкие места там, есть очень длинные цепочки зависимости. Вот как-то, чтобы это анализировать, как вы это используете? Честно говоря, я про такие пакеты не знаю, то есть как взять и анализировать. Ну, возможно, кто-то из наших разработчиков знает ответ. Подойдите, пожалуйста, к нам на стойку, мы можем это обсудить. Возможно, есть какое-то решение. Привет, спасибо большое за доклад. Я хочу уточнить, так в итоге на Go, HTTP сервисы, вы пишете просто на стандартной библиотеке или что-то используете? Нет, мы сейчас все используем. Мы отошли от Bigo, тем не менее, мы сейчас все новые сервисы мы пишем на GoKit. На чем? GoKit. GoKit. А Gorilla? Gorilla нет, не используем. А на Ruby вы пишете сервисы? На данный момент новые микросервисы на Ruby не пишутся. То есть, в принципе, такое было волевое решение руководства о том, что мы пока что притормозили, потому что сейчас все сервисы пишутся на Go. Спасибо большое. Здравствуйте. Спасибо большое за доклад. Очень интересный. У нас был подобный опыт перехода лет пять назад. То есть, я, в принципе, разделяю многие моменты. У меня вопрос такой. Что насчет dependency management? То есть, после вот Ruby, после гемов, после отличного вот этого управления зависимости вы переходите на Go, где там… Что вы использовали? То есть, GoGet, DEP, я не знаю, GoVendor, либо Monorep, вот как тут упоминают. Как вы решили эту проблему у вас? Можно еще раз чуть погромче? Dependency management. Обратный. Управление пакетами и зависимостями. Да, конечно. То есть, это либо вот Monorep, либо там какие-то существующие, но тем более DEP-то буквально недавно стал более-менее живой, такой шевеляющий. У нас сейчас используется DEP. А, отлично. Спасибо. Не буду. Здравствуйте. Спасибо за доклад. У меня такой вопрос. А вы когда выбирали Go, не рассматривали как альтернативу Elixir? По сути, он решил бы много ваших проблем, и вам бы не пришлось 130 отдельных сервисов создавать подо всего? Нет, Elixir не рассматривался. Я рассматривался только Go на данный момент, на тот момент, когда было принято решение. И, в общем-то, понятное дело, что это ничего не говорит про другие языки, просто стараемся не разращивать зоопарк технологий. Это сделано для того, чтобы можно было легко передать сервис из одной команды в другую, и не было необходимости изучать новый подход. Спасибо. Понятно. Привет. Спасибо за доклад. Было интересно. Скажи, пожалуйста, как человек, который погрузился в Go, как изучение этого языка повлияло на то, как ты думаешь про код? Что оно в тебе поменяло? Можешь последнюю часть погромче сказать, пожалуйста? Как изучение этого языка повлияло на то, как ты думаешь про код? Что оно поменяло в тебе? Как я думаю про… как ты думаешь про код? Ну, ты учишь новый язык. Про код. Да, да, да. На самом деле, когда я писал в основном на Ruby, я привык к тому, что все происходит достаточно магически. Не все то, чем кажется. На Go гораздо проще становится видеть, как выполняется программа, и это действительно удивительно. Я стал ближе понимать, как действительно происходит управление памятью, и начал задумываться за тем, условно говоря, останется переменная в стеке, или она выйдет в хипу, и это прям удивительное ощущение. Привет. Скажи, пожалуйста, во-первых, очень большое спасибо, что ты рассказал про ваш интересный опыт и рассказал с точки зрения проблем, потому что сейчас, ну и в нашем комьюнити, в Ruby комьюнити, такая наблюдается истерия, что все ищут какой-то другой язык, который решит их проблемы, думая, что там проблем не будет. Конечно, будет. И у меня тогда такой вопрос. Учитывая большое количество сервисов, вот как для тебя путь назад и путь в мир Ruby, он остался? То есть насколько ты видишь нишу для Ruby сервисов, и насколько ты видишь, есть ли место среди вашего, скажем так, парка сервисов именно для тех, которые будут в будущем написаны на Ruby? То есть есть ли у Ruby преимущество перед Go? Да, конечно. Конечно. Я лично исповедую подход, что у Ruby есть своя ниша, то есть, в общем-то, это язык под задачу, а не задача под язык. Конечно же, когда вы пишете что-то быстро, Ruby – это хороший выбор. Когда вы хотите написать что-то с богатым интерфейсом, например, типичный CRUD, Rails – это идеальное решение. Но если вам действительно нужен ограниченный быстрый сервис, Go – это идеальное решение. И завершающий вопрос. Привет, спасибо за доклад, было интересно. А не мог бы более подробно рассказать, как вы работаете с базой данных? Потому что ты упомянул, что вам нравится использование чистого SQL, но ведь ORM дает такие преимущества, как независимость от конкретной sub-AD, как изоляция какого-то общего кода. То есть ты избегаешь дублирования какого-то SQL кода, когда ты используешь ORM. Ну, если вы не используете какое-то готовое решение, значит, возможно, у вас есть какая-то своя внутренняя библиотека, которая эмулирует отчасти поведение ORM. Во-первых, мы все-таки пока что рассматриваем использование чистого SQL в новых сервисах. В текущем виде получается, что во многих микросервисах всего 2-3 SQL-запроса. Ради этого поднимается целый ORM, идет смещение зависимостей, и мы описываем много ненужного кода. То есть основная идея, почему стоит использовать не ORM, а database SQL, в том, что ORM практически во многих случаях не нужен. У нас сейчас идет просто пакет, который оборачивает подключение к ORM и возвращает объекты в базы данных в терминах ORM, если говорить про то, как у нас сейчас. Нет, у нас есть просто shared-библиотека, которая подключается к базе данных. Собственно, и все. У нас везде используется, где используется база данных Postgres, и этого, в общем-то, достаточно. Если мы перейдем на просто database SQL, это будет другой объект, который возвращает подключение к базе данных, и все. Спасибо. И кому в итоге достается две игрушечки? Это был последний вопрос. Спасибо большое. Первый вопрос про то, первый кофер уходит за вопрос про, как хранить сервисы в одном репозитории, потому что это действительно полезная и интересная для рассмотрения практика. И вопрос про Ruby. Спасибо большое. Спасибо.